Свыше 160 ведущих ученых и специалистов из Германии, Великобритании, России, Турции, Казахстана и Узбекистана приняли участие в научно-практической конференции, на которой были обсуждены вопросы нефрологии. Специалистов узкого профиля привлекло еще одно мероприятие, проходящее в Ташкете. Это интерактивный образовательный семинар, где была поднята тема неврологии детей раннего возраста. Подробно обо всем в материале Ольги Русаковой. Ознакомиться с наработками коллег и последними научно-практическими достижениями в сфере, обменяться опытом, обсудить применение высокотехнологичных методик как в диагностике лечения разных категорий пациентов, так и при заместительной почечной терапии, скорректировать планы на будущее. Такие задачи ставили перед собой участники конференции. Точек соприкосновения очень много. Мы дополняем друг друга. Я приезжаю, тоже учусь у узбекских коллег. Пример формирования сосудистого доступа. Это, я бы так сказал, line of life. Линия жизни у пациентов на гемодиализе под главным трансплантологом. Совместно разработаны нами ряд инновационных хирургических методик. Совместно выполняем эти операции, суммируем эти результаты. Поскольку я занимаюсь исследованиями в области нейрогенетических заболеваний, непосредственно связанных с почками, данная конференция представляет для меня особый интерес. Нефрология сегодня приближается к молекулярной медицине. К клиническую практику внедряются клеточные технологии. Надеюсь, что наше сотрудничество с узбекскими коллегами в этой сфере будет плодотворным. Вектор развития служб, показывающих жизненно важные виды помощи больным с почечной недостаточностью, задало постановление президента от 12 июля 2018 года. Мы хотим сделать так, чтобы в нашем центре больные пришли и получили полный объем всех методов лечения, диагностики. Государство выделяет 8 миллионов долларов только на приобретение медицинского оборудования для этого центра. Кроме того, мы хотим начать пересадки детям. Это наша приоритетная задача. Мы открываем еще одно новое направление – это перитениальный диализ. У нас в стране не было перитениального диализа. То есть пациент не обязательно ложится в клинику, не обязательно приезжать куда-то. Это он может делать сам на дому. Детям лучше делать перитениальный диализ, потому что это щадящая процедура. В мире используется перитениальный диализ для подготовки детей к трансплантации почек. Оказание маленьким пациентам неврологической помощи обсудили в ходе семинара, собравшего ведущих отечественных специалистов сферы, а также коллег из Германии, Голландии, Великобритании и Казахстана. Столь пристальное внимание к этой области обусловлено тем, что даже незначительные изменения со стороны центральной нервной системы ребенка могут привести в будущем к его эмоциональной неустойчивости, трудностям в обучении. Поэтому детская неврология охватывает целый ряд самостоятельных направлений медицинской науки. Семинар, ставший образовательной и залоговой площадкой, позволил участникам поделиться лучшим опытом, пополнить свои знания в области доказательной медицины, вакцинации детей, лечения педиатрических неврологических заболеваний, провести анализ клинических случаев. Где-то неправильно диагностируются неврологические заболевания у детей, где-то мы слишком много их лечим, когда не нужно этого делать, где-то мы не используем международные термины, то есть нас не понимают международные наши коллеги. И поэтому вот этот семинар и посвящен именно стандартизации и интеграции с международным обществом, для того, чтобы улучшить помощь для неврологических пациентов. Мы надеемся, что вот нам совместными такими усилиями удастся усовершенствовать уровень неврологической помощи в наших странах. Программа семинара предусматривает также посещение зарубежными гостями ряда столичных профильных медицинских учреждений.